Это программа новости Сургут 24. Здравствуйте, меня зовут Ефим Шимцев и в начале выпуска коротко о главных темах. Новые звезды Югры. В округе открыли памятные знаки в честь выдающихся нефтянников. Бассейны для реабилитации и современное оборудование. Глава Сургута оценил новый корпус третьей городской поликлиники. И время для подготовки. Как повлияла пандемия на творческие планы труппы театра актера и куклы Петрушка. Югра перешла к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса. Режим обязательной самоизоляции продлен до 20 сентября и касается только беременных, граждан в возрасте 65 лет и старше и тех, кто имеет хронические заболевания. Однако и они могут заниматься физической культурой на улице и выходить на прогулки, соблюдая при этом социальную дистанцию. Разрешена работа кинотеатров при условии 50-процентной наполняемости залов. Открываются массажные и спа-салоны, солярии, сауны, все магазины, дома отдыха, санатории и лагеря. Вместе с тем до 20 сентября по-прежнему закрыты кальянные, детские комнаты и развлекательные центры. В Югре начались мероприятия, посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Дату отмечают в первое воскресенье сентября. Но в этом году большая часть событий проходит в онлайн-формате. Губернатор региона Наталья Комарова вместе с министрами энергетики, природных ресурсов и экологии страны Александром Новаком и Дмитрием Кобылкиным провели совещание, где обсудили текущее состояние нефтегазовой отрасли. Свою позицию высказали представители верхней и нижней палат федерального собрания, руководители предприятий по добыче и переработке углеводородов. Также глава региона Наталья Комарова в музее геологии нефти и газа поучаствовала в церемонии установки мемориальных плит «Звезды Югры». Их теперь 50. Памятные знаки появились в честь активного участника освоения самотлорского месторождения Виктора Китаева и героя труда мастера по капитальному ремонту скважин компании «Сургутнефтегаз» Ивана Айдулина. 12 миллиардов тонн нефти, которые извлечены из недр автоматического автономного округа Югры с начала их промышленного освоения. Это заслуга звезд, которые увековечены памятными знаками на нашей аллее. Глава Сургута Вадим Шувалов сегодня побывал в кабинете уролога, а еще офтальмолога, лора и хирурга. Градоначальник с рабочим визитом посетил третью городскую поликлинику – взрослое отделение, которое недавно переехало в новый объект. 12 терапевтических участков и узкие специалисты для сургутян старше 18-ти теперь работают по соседству со старым корпусом здания на энергетиков 14. Вадим Шувалов осмотрел новое оборудование, которое поликлиника получила к переезду, пообщался с пациентами и сотрудниками. Все они отметили, что в новом здании получать медицинскую помощь и оказывать ее гораздо комфортнее. У третьей поликлиники в отделении реабилитации есть бассейны. Малая чаша для малышей до года занимаются с инструкторами. Здесь дети, которые требуют коррекции по опорно-двигательному аппарату и центральной нервной системе. Есть и большой бассейн для взрослых. Он оснащен специальным подъемником для маломобильных пациентов. Глава Сургута отметил, что теперь благодаря правительству Югры, а учреждения здравоохранения в ведении округа, жителям нашего города стало комфортнее получать медицинскую помощь. Власти муниципалитета, в свою очередь, сейчас занимаются организацией дополнительной парковки около третьей поликлиники и СОКБ. Она, напомню, расположится на месте, где раньше стояли торговые павильоны. Рассматривать варианты вырубки насаждений, которые находятся в непосредственной близости с поликлиникой, я считаю, наверное, это нелогично. Поэтому то решение и пройти здесь совсем недалеко даст возможность с вами пользоваться этими учреждениями более комфортно. Ну и самое главное, наверное, мы должны перестраивать умы наших жителей, что и общественный транспорт как можно больше доступности было. В третьей поликлинике Сургута уже получили вакцину от гриппа. Сейчас специалисты готовятся начать прививочную кампанию от инфекционного заболевания. Главный врач поликлиники Дмитрий Гус отметил, что в планах врачей привить от гриппа не менее 60% населения. И сами жители к вакцинации также готовы. Кроме того, руководитель ГП-3 сообщил, что теперь узкие специалисты больницы смогут выполнять больший спектр медицинских манипуляций благодаря новой технике. Кабинет уролога, который вы видели, там он укомплектован современной видеосистемой, которая позволяет фиксировать те объекты, что он обследует. И плюс тут же на момент, скажем, когда он видит какую-то картинку и нужно взять, для уточнения диагноза гистологии, то есть кусочек ткани, это можно сделать все моментально на месте. Ремонт дороги на мосту через ОПЕ отложили на год. Причина – плохая погода. Постоянные дожди, по словам представителей автодорстроя, не позволяют справиться с задачей качественно. Ранее планировалось, что транспортный переход на 20 дней станет однополосным. Теперь от этой идеи отказались. Впрочем, с небольшими затруднениями автомобилистам все же придется столкнуться. Как только позволит погода, специалисты выполнят ямочный ремонт полотна. Завершить его планируют за пару дней. А долгожданный ремонт другого моста начат. Строительная компания Ювис приступила к реконструкции сооружения через ручей Перевесный в поселке Белый Яр. Аукцион объявляли неоднократно, но желающих взяться за восстановление аварийного объекта не находилось. Только после того, как условия пересмотрели, торги состоялись. Изменения внесли по итогам экспертизы. Она подтвердила, что несущие балки не разрушены, а пригодны к дальнейшей эксплуатации после профилактики. Подрядчик завозит к транспортному переходу необходимое оборудование. Строители уже выполнили фрезеровку старого асфальта, демонтировали плиты, которые соединяют берег и сам мост. Не обошлось без сюрпризов. Из-за того, что прежнюю документацию на полувековое строение найти не удалось, исполнители уже столкнулись с несоответствием реалиям проектных разработок. В проекте заложено одно, по факту другое, поэтому здесь как бы трудоемкость работ где-то повышается, где-то наоборот уменьшается. Заложено было, допустим, что проезжая часть представляет из собой четыре плиты, проезд как бы осуществлялся. По факту, когда мы сняли бетонно-асфальтовое покрытие, выяснили, что там монолит. Ну то есть или демонтировать плиту, взял кран или раздал, блядь, его отбойниками. Строители называют поставленные сроки ввода моста в эксплуатацию, а это 31 декабря, жесткими. Впрочем, это мотивирует подрядчика работать быстро и качественно. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой держит реконструкцию переправы на личном контроле. Мост в Белом Яру, обещают, в Ювесе после ремонта будет выглядеть как новый и прослужит еще десятки лет. Для повышения надежности опор заменят шарнирные элементы. Для того, чтобы к ним подобраться, конструкцию несколько раз приподнимут. К этому этапу специалисты приступят примерно через месяц. Будет поднят мост и при моменте подъема будут заменены шарнирные элементы. На каждой опоре, с каждой стороны будет произведен подъем. То есть порядка, то есть под каждую балку, все это путем 50 тонн и тонкратов. То есть это очень сложный элемент и очень напряженность. В принципе, в связи с этим и большого желания не было, большого не было выбора подрядных организаций. Потому что работа специфическая, и не каждый владеет этим опытом. Спасти от капризов погоды. У дома геолога-первооткрывателя сургутской нефти Фармана Салманова появился навес, который защитит выставочную технику от осадков. Приобрели и смонтировали долгожданную крышу в музее благодаря помощи заместителя председателя городской думы Артема Кириленко. Сам музей – объект культурного наследия России. На выставке представлены вагончик геологоразведчиков. В подобном жили работники сургутской нефтеразведочной экспедиции и образцы техники 60-х годов. Экспонаты находятся на улице. Из-за дождя и снега их приходилось реставрировать уже трижды. Сохранить нужно, сберечь, показать. Ну, сами понимаете. И, конечно же, долго мы обсуждали эту проблему. И вот этот навес, который, собственно, выполнен, изготовлен, ну, так скажем, по образцу тех технических построек, которые изготавливались в тот период, вот он сделал очень-очень аккуратно. Важно помогать в силу своих возможностей в такие моменты, чтобы и территория, и вот такие знаковые места, и экспонаты, они сохранялись как можно дольше, чтобы и детей привлекали в том числе, потому что на праздник, на встречу с геологами, ветеранами приходят и студенты, и школьники. И очень важно, чтобы они все это видели. Как это было, когда наш город только начинал осваиваться, начинал расти в 60-е годы, в 50-е годы. В нефтегазовую индустрию со школьной скамьи. В Сургуте третий набор «Газпром-класса» начал учебный год. Это 26 целеустремленных ребят. В программу обучения школьников включены предметы, связанные с их будущей профессией. Среди преподавателей – сотрудники Тюменского индустриального университета. Зачем одному из крупнейших энергетических предприятий в стране такой проект и что даст детям обучение в «Газпром-классе», расскажет Антонина Сахарова. 1 сентября в естественно-научном лицее Сургута свои двери открыл «Газпром-класс», третий по счету. В 10-м а обучаются профессиям 26 ребят. Каждый из них отлично сдал экзамены и подготовил внушительное портфолио. Лучших отбирала комиссия из представителей лицея Тюменского индустриального университета и общества «Газпром-трансгаз» Сургут. Мы заинтересованы в привлечении в компанию наиболее одаренных людей, которые позволят нам инновационно развиваться и поддерживать уровень самой передовой энергетической компании. Поэтому выбрана стратегия на отбор наиболее талантливых людей еще на уровне школьной скамьи и дальнейшее сопровождение через наши опорные вузы в России и потом трудоустраивать на предприятиях «Газпрома». Учащиеся «Газпром-класса» будут заниматься не только по общеобразовательным программам лицея. Под руководством преподавателей Тюменского индустриального университета дети освоят дополнительные материалы по математике и физике, а также пройдут курс, научные исследования и его основы. Обучение в «Газпром-классе» позволит ближе познакомиться с особенностями инженерно-технических специальностей газовой отрасли. Лицеисты посетят производственные объекты своего куратора общества «Газпром-Трансгаз-Сургут», примут участие в значимых мероприятиях предприятия, наравне с ведущими инженерами представят свои доклады на научной конференции. Такое погружение в профессию обеспечит их конкурентоспособность при поступлении в вузы. Выпускники по окончании школы могут стать целевыми студентами и иметь привилегии при поступлении. Для них снизят уровень проходных баллов. Успешный проект. Действительно, дети получают гораздо больше, знаете, ту основу, наверное, для своей будущей профессии. Все-таки они выбирают, они знакомятся со многими теми моментами, которые, наверное, просто участницы, и они это не увидят. Вот, и поэтому, я так думаю, во-первых, они сами приходят мотивированные уже, и учащиеся в этом классе, конечно, при вот таком трехстороннем содействии, конечно, это дети, которые, я так думаю, все-таки в будущем мы их увидим, и они будут какие-то достойные продолжатели наших традиций в Югре, в городе. Егор Юдин перешел в естественно-научный лицей из 15-й школы. Юноша признается, переживаний нет, только четкие цели и желание добиться успеха. Отбор был нелегкий, но для меня, думаю, не сильно сложно было. В сфере IT-технологий, надеюсь, что-то получится связать свою жизнь с «Газпромом». В России действуют 28 профильных «Газпром-классов». Их выпускники могут рассчитывать как на прохождение преддипломной практики, так и на последующее трудоустройство в крупнейшую в стране компанию «Газпром». Антонина Сахарова, Виктория Алексеева, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Проверить свои знания в области военной истории России можно будет в этот четверг. 3 сентября пройдет всероссийская патриотическая акция «Диктант Победы». Формат процедуры схож с ЕГЭ. В городе организуют 4 площадки на базе школ номер 18, 24, 44 и 46. Всего в Югре таких мест будет 120. Для участия нужно зарегистрироваться на платформе диктантпобеды.рф или в специальном мобильном приложении. Очно-тест можно написать в 15.30. С собой необходимо взять черную гелиевую ручку, маску и перчатки. Для тех, кто захочет проверить себя онлайн, получит доступ к тестам, которые будут доступны на официальном сайте в течение 3 сентября. Учреждения культуры открывают двери для воспитанников и посетителей. Однако с сохранением некоторых ограничений. К примеру, визит в библиотеку возможен только по предварительной записи и максимум на 15 минут, чтобы забрать заранее заказанные книги. На экскурсии Краевического музея формируют группы в составе не более пяти человек. Театры все еще закрыты. Впрочем, актерам разрешили начать репетиции. Об условиях работы учреждений искусства и о том, чем сейчас занимаются на подмостках Петрушки, расскажет Юлия Тихонова. Обязательный масочный режим, проверка температуры на входе, наличие, разметки для социальной дистанции, дезинфекция помещений и поверхностей. Это список обязательных требований для работы учреждений культуры. Послабление ограничительных режимов дали возможность открыться хореографическим и художественным заведениям, школам искусств. Пока доступны только занятия в небольших группах и индивидуальные уроки. Организации культуры обязаны подтвердить свое соответствие пунктам чек-листов. Для этого они подают цифровые уведомления на специальный сайт кружной, проходят проверку соответствия и получают подтверждение, их вносят в реестр организации, чья деятельность возобновлена. Помимо этого, осуществляется мониторинг деятельности организаций, возобновивших свою работу. Во время вынужденных каникул творческий процесс культурного сообщества не стоял на месте. Специалисты разрабатывали сценарии мероприятий, работали над постановками и репетировали онлайн. Труппа театра «Актера и куклы Петрушка» уже проводит очные пробы и ждет того момента, когда сможет показать наработки зрителям. Безусловно, скучали. Я надеюсь, скоро эта встреча произойдет. Хе-хе, зритель, привет! Процесс творческий, он всегда, его невозможно остановить. Ты просыпаешься утром, что-то делаешь, засыпаешь ночью, тебе что-то снится. С нами ты просыпаешься утром, идешь в новых, воплощаешь жизнь. Поэтому я считаю, что перерыва не было, и мы были в работе все это время. Актеры «Петрушки» готовят новые постановки. До конца этого года их будет пять. Специально пригласили иногородних режиссеров. Нам повезло, мы стали свидетелями репетиций. Ну, к сожалению, в такие моменты наука не может определить координаты их кораблей. Ни их ни широты, ни долготы. Это фрагмент спектакля «Поморский лабиринт». Рабочие названия ни люба, ни слушай. С актерами работает режиссер Пермского театра «Кукол» Дмитрий Вихрецкий. С «Петрушкой» постановщик сотрудничает не в первый раз. Это третья, да. Дай бог, четвертая, пятая, шестая, потому что я очень люблю этот коллектив. Это единомышленники, самотверженные люди. Зрители любят спектакли, над которыми мы работали. Это и «Аленушка и солдаты», и опыт прочтения пьесы «Король и предварительная гороха». Это большая фестивальная судьба. Еще одна новинка – кукольный спектакль «Принцесса Крапенко». Георгий Кочкин вдыхает жизнь в куклу-актера. Артист мастерски владеет пантомимой. На лице переживания его героя. Глядя на игру, проносится мысль. Верю. Георгий со школьной скамьи на сцене. Говорит, что театр для него образ, смысл и жизнь. Долгая разлука со зрителем далась ему тяжело. Тяжело без репетиций, без нашей любви, без наших кукол. И до сих пор тяжело без наших зрителей, чего мы очень ждем. К кому мы рвемся, к кому мы спешим. Для кого мы создаем все эти миры, с кем мы ими делимся. Я своего дня рождения так не ждал. Юбилейный 30-й творческий сезон театр «Петрушка» начал в новом помещении. Еще до пандемии труппа переехала в здание торгового центра «Сибирь». Мы соблюдаем все меры. Все актеры во время репетиции находятся без масок. Но как только закончится репетиционный процесс, мы выходим и соблюдаем все также меры безопасности. Перчатки, маски. Каждые три часа меняются перчатки. Каждые два часа проветривается помещение. Каждые два часа обрабатывается санобработка. В театре сейчас служат 14 актеров, а также бутафоры, художники и режиссеры. Ежедневно они готовятся ко встрече со своим зрителем. Дата которой, увы, пока неизвестна. Юлия Тихонова, Вячеслав Шаркунов, Сургутинтерновости. В Югре количество вылечившихся от коронавируса по-прежнему превышает число новых случаев инфицирования. За сутки COVID-19 подтвержден у 68 человек. Больше всего 18 в Сургуте. Из-за осложнений после коронавируса за день скончались двое югорчан. Вылечились 110 человек. Продолжают терапию 974 пациента. Впервые с середины мая их меньше тысячи. Полицейские из Сургута проверили, как соблюдаются масочные режимы и социальная дистанция в поликлинике профмедосмотров. Нарушения нашли. Держали необходимый интервал в полтора-два метра лишь единицы. Не все посетители носили и средства индивидуальной защиты. За этим никто из персонала медучреждения не следил. Температуру клиентам при входе не измеряли. Сургутян настоятельно просил надеть маски и соблюдать дистанцию заместитель начальника городского управления внутренних дел Игорь Топчиев. Он же напомнил горожанам данные статистики по заражению коронавирусом в муниципалитете. По итогам рейда составили 8 протоколов. Вопрос о привлечении к ответственности руководителя медорганизации решат в Роспотребнадзоре. У людей поражение легких 50-70%. Будьте добры, соблюдайте расстояние социальное. Иначе в отношении вас будут составляться административные предприятия. Успели вовремя. Семье Александровых из Нефтьюганска удалось собрать деньги на лечение маленькой Ульяны от спинальной мышечной атрофии второго типа. Сумма не маленькая. 187 миллионов рублей. Помогали родителям найти нужные средства всем миром. Завершился сбор 1 сентября. За почти три недели до дня рождения малышки. Это последняя дата, когда укол раз и навсегда способен избавить от СМА-2. Кирилл Александров, папа Ульяны, рассказал нашему телеканалу, что вскоре девочку ждет обследование в московской клинике. По результатам станет известно, можно ли поставить ей препарат Залгенсма в российской больнице. Ранее самый дорогой препарат в мире вводили только в Америке. Букеты завянут, а добрые дела останутся. Сургутяне присоединились к акции «Дети вместо цветов». Родители решили подарить учителям по одному букету от класса, а сэкономленные деньги направить на благотворительность. Кому помогут собранные средства и как к такой инициативе относятся сами педагоги, узнала Мария Ливанян. Помочь тем, кто нуждается. Уже второй год сургутские родители участвовали в акции «Дети вместо цветов». Ее организовал благотворительный фонд «Траектория надежды». Суть в том, чтобы подарить на 1 сентября учителю вместо 20-30 букетов всего один от класса, а сэкономленные деньги отправить на оплату лечения и курсов реабилитации подшефных фонда. В школе номер 46 инициативу «Траектория надежды» поддержали не только родители, но и руководство образовательного учреждения. Ученики и родители нашего учреждения принимают участие в замечательной, доброй, благотворительной акции «Дети вместо цветов». Школа ведь не только учит детей читать, писать, считать. Школа в первую очередь должна учить людей, детей, добру, состраданию. Классные руководители сами предложили родителям не тратить деньги на цветы, а пожертвовать их тем, кому они необходимы. По словам педагогов, праздничные букеты – это, разумеется, приятно, но добрые дела греют душу куда больше. Конечно, каждому учителю очень приятно получать цветы, их никогда не бывает много. Но если мы посмотрим на это с другой стороны, мы, учителя, которые работают с детьми, о том, что вот эти деньги, потраченные на цветы, могут принести другому не только радость, а именно большую, огромную помощь, выздоровление, благотворительность – это сегодня очень большая сила. Поддержали акцию как старшие, так и младшие классы. Организацией занимались родительские комитеты. Об акции мы узнали от классного руководителя. Мы считаем, что это очень хорошая акция и отличный повод, что в преддверии такого замечательного, значимого праздника можно принять участие в акции «Дети вместо цветов». Мы считаем, что это важно – помогать нуждающимся деткам. На своем примере взрослые показывают детям важность добрых дел. Лера учится в четвертом классе. Об акции она узнала от мамы. Надо помогать маленьким детям, и им нужно, чтобы у них было тепло и радость. Только они радовались. Станет всем лучше, и у них все будет хорошо. В прошлом году во время акции «Дети вместо цветов» фонд «Траектория надежды» с помощью небезразличных жителей Сургута и не только собрал почти полмиллиона рублей. Все их потратили на восстановление здоровья детей. Подробные отчеты по плате лечения и реабилитации югорских ребят можно увидеть на сайте tnfond.ru Мария Ливанян, Владимир Федоров, Сургут, Интерновости. На этом моя часть выпуска завершена. Я благодарю вас за внимание. Впереди еще блок коммерческой информации и прогноз погоды. Больше новостей читайте и смотрите на нашем сайте indifisnews.ru. До встречи в эфире. Дома, которые мы строим, это не просто стены и крыши. Это возможность начать что-то новое, принять новые судьбоносные решения, узнать новых людей. Мы постоянно повышаем требования к себе и к качеству нашей работы, чтобы каждая из квартир стала уютным домом. Мы – строительная компания «Сипромстрой». Мы строим для любимого города, для вас. Отдел продаж в Сургуте «Есенина-2», телефон 600-190. Ползунки, пеленки, штанишки, распашонки. Обожают их мальчишки и девчонки. Мамы обожают, деткам покупают. Все наше, родное, модное и недорогое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok